Открылся новый этнографический комплекс Джана Тордо, отличие и уникальность которого в том, что здесь собраны и представлены легенды, мифы и пословицы кыргызского народа, которые пришли к нам сквозь тысячелетия. Все эти предания являются нашими ценностями и наследием кыргызского народа. В церемонии открытия приняли участие специалисты и эксперты в сфере туризма, а также первый заместитель полпреда правительства в Чуйской области. Как известно, этот год был объявлен президентом Годом развития регионов. Данный проект был осуществлен в целях развития туризма в данной области, к примеру, экотуризм. Также одной из особенностей этнографического комплекса Джана Тордо в том, что комплекс построен с применением местных горных пород, а главное строительных технологий древних мастеров кыргызского народа. Джана Тордо, где можно отдохнуть посреди живописных гор на чистом воздухе и попить родниковой воды, уже готов принять местных и иностранных гостей. «При помощи инвесторов мы старались открыть поскорее этот этнокомплекс. Самая главная цель данного открытия – это показать иностранцам жизнь наших предков, наши традиции и обычаи. Тем самым мы привлекаем туристов». По словам авторов, в Кыргызской республике нет аналогов данного комплекса, ведь только здесь посетители смогут соприкоснуться с сакральными ценностями кыргызов, узнать, кто такой Сулайман – покровитель воды и пройти ритуал очок-эне. Здесь также можно пройтись по дороге жизни и совершить обряд бракосочетания по древним обычаям кыргызов. «В Кыргызской республике нет определенных таких классов этнографических комплексов. Есть историко-культурные комплексы, есть духовные комплексы, религиозные, скажем так, определенные комплексы, историко-культурные. Но именно этнографика, например, легенда, обычаи, традиции, какие-то верования именно древнего крыгызского народа, такого нет ни в Чуйской долине, ни в Кыргызской республике. И сегодня этнографический комплекс Джанна Тордо первым открылся. И в этом комплексе вы как раз можете увидеть, как жили наши предки, как они себя защищали от, скажем так, внешних каких-то внешних, скажем так, проблем. Для отдыхающих это очень хороший вариант. Здесь жить одно удовольствие. Утром проснешься, выйдешь на балкон, свежий воздух, с этой стороны горы, с другой стороны вода. Это все поднимает настроение. Это хорошая возможность привлечь туристов». Этнографический комплекс представил в себе более 20 объектов этнокультурного наследия крыгызов, в которых представлена философия и мировоззрение крыгызов. Более 30 преданий, легенд, мифов и пословиц, а также контактный зоопарк для детей. Двери этнокомплекса распахнуты для всех ценителей древних традиций. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!